Цветы гигантских размеров, сказочный олень, а еще удивительные формы, которые в буквальном смысле вплетены в деревья городского парка. Все это Artland-фестиваль «Северное сияние». В столице Алмазного края он проводится во второй раз. Ну а сегодня мы говорим об искусстве создания скульптур из природного материала, о цветах и о том, как стать мастером-флористом. А говорим мы об этом с гостем и участником фестиваля из Испании Дидо Кампересом. Ну что, идем знакомиться? Здравствуйте, Дидок! Добро пожаловать в Якутию! Вы здесь уже несколько дней и в течение этого времени создаете в нашем парке что-то невероятное. Что же в итоге это будет? Да, мы начали работать во вторник и меня пригласили сюда на этот фестиваль Наталья и Армен. На самом деле я начал увлекаться ленд-артом этим направлением пять лет назад, когда закончил курсы у одного из ведущих мастеров этого вида искусства Питера Хеза. И когда Мариус, это еще один мастер своего дела, эксперт ленд-арта, а также один из участников нынешнего фестиваля, рассказал об этой идее в Мирном. Конечно, я согласился. Думаю, вы знаете, что существует много разных направлений ленд-арта. Можно создавать объекты в парке, в диком лесу, в музеях и садах. И главная идея ленд-арта здесь, в этом парке, это создание неабстрактных скульптур. Когда я размышлял, что же могу сделать здесь, то пришел к выводу, что хочу показать частичку своей страны. Это что-то традиционное для Каталонии, что может быть является ее символом. Поэтому я остановился на башне, но необычной. В Каталонии есть особая ассоциация. Они строят в буквальном смысле башни и даже замки из людей. Выглядит это потрясающе и очень похоже на сказочный замок, многоуровневый. Я решил сделать что-то похожее, но только из природных материалов, чтобы таким образом рассказать об этой традиции жителям Мирного. Это часть моей страны. Для меня это очень родное. А в искусстве самое главное – показывать то, чем ты вдохновляешься, то, что тебе близко. Потому что традиции и культурные особенности делают нас такими разными, не похожими друг на друга и при этом объединяют. Мы в Каталонии очень гордимся этой традицией. Смельчаки забираются друг на друга, этаж за этажом строят высоченные башни. Это потрясающе. На это стоит посмотреть. Поэтому моя работа в этом парке – своеобразный символ и дань уважения традициям моей страны. Когда вы начали работать здесь, возможно, столкнулись с какими-то проблемами. И мне кажется, что комары, наши местные якутские, порядком подпортили вам настроение, потому что вчера я видела ваши ноги, они все были в укусах. Да, конечно, всегда есть какие-то сложности и ошибки. Я думаю, это происходит в любой работе. И когда я участвовал в подобных фестивалях в Англии, Швейцарии или Италии, там тоже сталкивался с разными проблемами. Но все они решаемы. Всегда находятся способы, чтобы все получилось так, как ты задумал. И, конечно, ты должен следовать в прямом смысле за материалом. Одна ветка может, ну, никак не подходить, а другая просто ложится идеально. И я должен сказать, что здесь в Мирном организация на высшем уровне. У нас отличные помощники. Нам не нужно искать ветки. Все уже готово, все привозят вовремя. Поверьте, я много где бывал и сколесил всю Европу. И здесь прекрасная команда организаторов. Все отлично. У нас есть совершенно все, чтобы не отвлекаться и сделать свою работу очень хорошо. Погрузиться в творчество с головой. Потому что иногда я приезжаю на подобные фестивали в самом центре Европы, но вынужден все делать сам. Договариваться о материале, самому искать, кто мне в этом поможет. Искать волонтеров и энтузиастов. Потому что это командная работа. И нужна недюжинная физическая сила. А времени дается немного. Нужно все успеть сделать. И тогда ты не понимаешь, зачем тебя сюда пригласили. А здесь в Мирном все работает как часы. Приятно заниматься творчеством в таких условиях. Что ж, здорово, рада это слышать. Вообще, я думаю, мы русские отличные работники. Да-да, вы правы. Мои помощники большие молодцы. И вы уже сказали, единственная проблема, которая здесь возникла, это комары. Но ничего, я в порядке. Когда вас пригласили сюда, в Якутию, вы знали что-нибудь об этих местах? Насколько это необычно для вас путешествовать так далеко? Обычно я много путешествую и принимаю участие в различных фестивалях для флористов. И должен сказать, что моя девушка из России. Конечно, я немного знаком с историей вашей страны и культурой. Знаю несколько фраз на русском. Но никогда не был в таких местах, так далеко. И в Мирном тем более. Хотя папа моей девушки родом отсюда, из Якутии. Конечно, я ничего не знал о вашем городе. И когда я просто ввел название города в Google Maps, то увидел, насколько это далеко. Вау! Для меня это как побывать на другой планете. Шутка, конечно. Естественно, Мирный очень-очень далеко от Барселоны. И для меня, безусловно, очень интересно оказаться здесь. Увидеть, как живут люди, узнать их традиции, культуру. Конечно, невероятно интересно было посетить музей города, узнать историю алмазов, как их добывают. Конечно, очень интересно попробовать и блюда местной кухни. Я должен сказать, что немного сложно общаться с людьми, потому что я не знаю русского языка, но в целом общаться с людьми очень комфортно. Здесь очень милые люди, доброжелательные, живут в вашем городе. И, безусловно, для меня это невероятный опыт. Еще один фестиваль, еще одна классная неделя в моей жизни. Имеет ли большое значение место, в котором вы работаете? Да, как я уже говорил, очень много направлений в ленд-арте. Можно работать в парке, в музее, в лесу. И когда ты работаешь в какой-то дикой местности, то там нельзя использовать гвозди, шурупы, проволоку. Только натуральные материалы, которые можно найти в лесу. То есть, ты можешь использовать только ветки с деревьев, которые растут именно в этом конкретном месте, в этом лесу. Там нужно придумывать, как делать отверстия, как закрепить всю конструкцию, не используя ни одного самореза. И для меня такое направление невероятно интересно. Самое главное здесь – найти идеальное место для своей работы. И совсем иная специфика, когда ты должен создавать что-то в парке. Когда у тебя есть и проволока, и гвозди. В этом смысле у тебя появляется больше свободы для самовыражения. Выбрав место, ты уже можешь думать о том, будет ли твоя скульптура акцентом, или, наоборот, она будет вписана в ландшафт. То есть, твоя работа, она может органично вписываться в уже существующее пространство, а может, наоборот, оживить его, быть ярким пятном, местом притяжения людей. И в этом смысле работать здесь было очень интересно. Мы сами выбирали место, где будут располагаться наши работы. И я выбрал именно эту часть парка, потому что здесь виден монумент первооткрывателям. И он немного напоминает башню. Поэтому получился некий симбиоз. Одна башня из Мирного, другая из Каталонии. Можно было выбрать любое место в парке, но я предпочел расположиться здесь как раз поэтому. Некая ирония или шутка. Вообще, я стараюсь делать свои работы шутя, потому что чем больше ты иронизируешь над собой, тем больше можешь сделать. Вместе с вами сюда приехали и ваши коллеги. И, конечно, фестиваль — это огромный праздник, но это еще и соревнования. А для вас это что? Вы соревнуетесь со своими коллегами или все же это отличная возможность, хорошо и интересно провести время в кругу единомышленников. Во время фестиваля мы не только показываем и создаем арт-объекты. Мы устраиваем разные конкурсы. Например, конкурс «Шляп из цветов». Создаем различные букеты. И, конечно, я давно знаю некоторых участников. Не всех. Но с Мариусом Гвилдисом и Романом Штенгауэром мы знакомы давно. В этом и весь интерес. Мы можем узнать новых людей, увидеть интересные работы, пообщаться, научить и научиться чему-то новому друг у друга. И, конечно, элемент соревнований. Это просто еще одна шутка и ирония. Это весело. И, конечно, не имеет особого значения, кто выиграет. Я уже победил, потому что побывал здесь и получил этот удивительный опыт. Узнал так много интересных людей, такую интересную культуру и традиции. И совсем не важно, кто победит. Мы здесь очень здорово проводим время. Общаемся с людьми, которые гуляют по парку. Общаемся друг с другом. Знакомимся с местными обычаями и культурой. Как я уже сказал, это уникальная возможность набраться опыта у мастеров. Потому что каждый из нас уникален и хорош в чем-то. Что-то получается лучше, чем у остальных, а что-то наоборот. Вы уже сказали немного о цветочных букетах, о шляпках из цветов. Но для вас что труднее, создавать необычный арт-объект или же сделать свадебный букет для невесты? Тяжело сказать. Каждая работа со своими нюансами и особенностями. Конечно, создать букет для невесты – это большая ответственность. Потому что свадьба – это очень важный день. Создать букет для невесты – это особая работа. Он должен быть идеальным. И, конечно, совсем другой уровень ответственности, когда создаешь арт-объект. Здесь другие задачи. Нужно передать идею, создать скульптуру прочной, чтобы она не упала и продержалась всю зиму. Честно, я не особо задумываюсь о том, какая из работ сложнее. Трудности дают тебе отличный опыт, знать и уметь больше. И даже со своим 20-летним опытом я знаю, что мне еще много чему придется научиться в моей работе. Я уже умею многое, но при этом каждый день учусь. И это здорово. Трудности – они ведь только помогают тебе. Благодаря сложным задачам ты получаешь бесценный опыт. В следующий раз ты уже будешь знать, как сделать что-то подобное. Конечно, я родился в семье флористов. Моя мама работала в цветочном магазине, и сейчас до сих пор я руковожу делами наших семейных магазинов. Я в буквальном смысле рос среди цветов. Но я постоянно учусь. И это очень важно в любом деле – не останавливаться. Все время что-то меняется. Приходят новые технологии. Что-то становится модным. Появляются новые тенденции. Поэтому нужно все время быть в теме. Все время быть погруженным в процесс. Спасибо огромное, Дидок, за интервью. Хорошо провести время в Мирном. Спасибо огромное всем, кто помогал в течение всего фестиваля. Спасибо организаторам за приглашение. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok